Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет снова про приставку, о которой вы точно не знали. Из пятого поколения приставок мы знаем только PlayStation 1, Sega Saturn и как ни странно Nintendo 64, которая хоть и являлась уже 64-битной системой, но относилась к тому же пятому поколению. Опять же, это популярны на то время приставки, а были и те, которые не получили такой большой популярности и зачастую из-за низких продаж сразу же умирали. Одной из них стала приставка от крупной компании NEC, и которая является преемником TurboGrafx-16. В Японии же PC Engine. Давайте начнем рассказывать про нее. NEC PCFX это игровая приставка от компании NEC, выпущенная 23 декабря 1994 года. Является приставкой пятого поколения, а также преемником предыдущей приставки от этой компании, PC Engine. Она же в Америке TurboGrafx-16. Вообще, приставка базируется на основе 32-битного комплекта для разработки программного обеспечения от компании NEC, который называется Iron Man. Он был разработан еще за два года до выхода PCFX, когда PC Engine оставалась очень популярной в Японии. Конечно, компания начала обсуждать со сторонними разработчиками возможность выпуска новой приставки на основе Iron Man. Однако, у этих же самых разработчиков игр для PC Engine не появлялся интерес к новой системе. Через год, в 93-м году, то есть, вышла платформа 3DO, и у многих разработчиков появился интерес к этой системе. Две другие компании, Sega и Sony, заявили о том, что их приставки Saturn и PlayStation выйдут в конце 94-го года. К выпуску 32-битной приставки, по идее, вела подготовку также и компания Bandai, хотя до этого компания занималась тем, что выпускала игрушки. PC Engine была настолько успешной, что тут уже NEC пришлось сделать свой выбор. Она взяла за основу устаревшую архитектуру Iron Man, вместо того, чтобы разработать более новую и мощную. В результате чего, получилось так, что приставка не смогла произвести какого-то впечатления ни на разработчиков игр, ни на обычных потребителей, что привело ее к быстрому провалу. Причиной провала как раз являлась недостаточная мощность игровой системы, из-за устаревшей архитектуры. За все время существования PCFX было продано всего 400 тысяч штук. Вот так. У приставки на PCFX было три особенности. Первая заключается в том, что она имела необычный дизайн, который был немного похож на компьютер. Ее корпус представлял собой вертикальную башню, в то время как большинство других консолей использовали плоскую горизонтальную форму. Геймпад внешне был немного похож на геймпад от Sega. Вторая заключалась в том, что носителем информации у PCFX был диск, а PC Engine использовала только специальные картриджи HuCards. Можно было и диски использовать, но при условии, что у вас есть наличие CD-привод, встроенный внутрь приставки. И третья. Это три порта расширения, которые редко используются в консолях, поскольку из-за них увеличивается цена. Но даже несмотря на это, со стороны компании NEC это вполне неплохое решение. Процессор NEC V810 на частоте 21,5 МГц. Риск архитектура. Память. Оперативная 2 МБ. Видеопамять 1 МБ плюс 256 КБ. Внутренняя 1 МБ, в которой даже содержится операционная система. Буфер CD 256 КБ. Сохранение для игр 32 КБ ОЗУ с батарейным питанием. Разрешение от 256 на 240 или 320 на 240 точек. Спрайт и два слоя. Декодер видеопотока с RLE или JPEG с сжатием. Звук. Аудио CD 16 разрядный стерео. Два ADB DCM. Канал с частотой дискретизации до 31,5 КГц. Портов расширения 3. Первый порт. Расширение основного ОЗУ. Второй порт. Карты памяти для сохранения. Третий порт. Расширение системы. Про игры вряд ли могу что-то сказать, ибо я ни в одну игру на этой приставке не играл. Скажу лишь то, что их выходило не больше 80 штук и эти игры в основном были анимешные. Они были предназначены для жителей страны восходящего солнца, поэтому они только на японском языке. Конечно я могу показать подборку игр, но поверьте она будет маленькой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выпустили всего лишь один эмулятор NEC PCFX, который в наше время способен запускать какие-никакие игры, выходившие на эту приставку. Эмулятор не требует какого-то мощного железа, его можно запустить на каком-нибудь двухъядерном атлоне с 2 гигабайтами оперативной памяти. Можно и на 4. И видеокарты за тысячки на 512 мегабайт видеопамяти, например GeForce GT 9500. Вот как-то так. Ссылка на эмулятор с играми будет в описании. Вот такой вот видеоролик у меня получился. Да, короткий, намного короче, чем предыдущий выпуск. К тому же я на это видео убил всего один день, но здесь я тоже попытался добавить побольше информации, чтобы вы узнали об этой приставке NEC PCFX. Всем пока, подписываться на канал или нет решать уже вам. Всем удачи, всем пока.